В Совете по правам человека ООН выступил независимый эксперт по правам всяких меньшинств с интересным докладом о том, что религии не вполне верно понимают разные сексуальные меньшинства и должны под них подстраиваться. Либо же иметь дело со своими правительствами. Ну, не совсем понятная формулировка. Совершенно понятно. Это называется, конечно, не подстрекатель, но гнусных попов, которые не дают разрешения ЛГБТ существовать и вступать в браки, необходимо посадить. А что в этом удивительно? Вспомним французскую революцию, да вспомним и русскую революцию. Там довольно четко объяснялось, что может власть делать с верующими религиями, мы это наблюдали. Ну, вообще говоря, если мы будем вспоминать мировые религии, то гомосексуализм является во всех вариантах Единобожия жесточайшим образом запрещен. Причем в русском переводе это выглядит следующим образом. Мерзость для Господа. Как один из самых серьезных грехов, которые вообще говоря, в принципе, существуют на Земле. Любопытно, что в некоторых версиях зероастризма картинка выглядит даже еще хуже, если так можно выразиться. Дело в том, что там у них есть главный враг всего живого и светлого Ариман. Но оказывается, что гомосексуализм настолько тяжелое и страшное преступление, что это мерзость не только для Хурамадзе, но даже и для Аримана. Начнем с того, что необходимость объявить беспощадную борьбу и войну устаревшим представлением всех религий. За последние годы находится в работе Шваба собственно Великая Перезагрузка. Именно там это сказано жестким образом в связи с тем, что мир Великой Перезагрузки принципиально не отвечает требованиям ни одной из мировых религий. Во всех отношениях, включая поведенческие, включая в том числе отношения к ЛГБТ. Поэтому в данном случае мы видим буквально следующее действие. Мы видим начало нового наступления инклюзивщиков. И теперь они пытаются работать не с концепцией эпидемической угрозы и необходимости тем самым тотального контроля. Они пытаются работать через институты международные, через ООН в частности. И здесь, конечно, важно не само это высказывание, а то, что это высказывание сделано перед лицом Организации Объединенных Наций. Далее, естественно, будут предприняты все усилия к тому, чтобы ООН в прямом виде, в одном из своих заявлений, в общем, сказала, что права ЛГБТ является частью прав человека, страны, нарушающие права ЛГБТ, нарушают права человека. С одной стороны, это будет очень сильный ход в пользу инклюзивного капитализма и фактически позволит отыграть последствия того поражения, которое Шваб потерпел в 1922 году с началом специальной военной операции. С другой стороны, это будет довольно сильный антироссийский ход. Поскольку Россия должна будет либо отказаться от своего образа защитника традиционных ценностей, на что вряд ли она может пойти, вряд ли может пойти президент Путин, маловероятно, либо же оказаться еще по одному из критериев страной-изгоем. Россия сейчас наиболее сильная из держав, которая в жесткой форме, без оговорок, выступает против прав ЛГБТ. Фактически она выступает жестко за традиционные ценности и выявляет сейчас, ну, в известной мере, знаменосцем этого консервативного движения. С этой точки зрения считается, что если удастся разгромить Россию, изменить ее позицию, ну, понятно, что не при этом, а при другом президенте, возможно, ни одной России, России, разделенной на части, то с остальными они как-нибудь справятся. Еще раз не забудьте, базовая ситуация инклюзивного капитализма это резкое сокращение населения Земли. А в этих условиях они могут быть вполне позитивно отнестись к сколь угодно жестким выступлениям. Ведь подавление этих выступлений просто означает лишние жертвы. А ведь сейчас всерьез идет разговор, что и глобальная ядерная война могла бы быть неплохим решением, поскольку, во-первых, кончится глобальное потепление, во-вторых, значительная часть людей будет физически уничтожена. Такая полезная штука. Оказывается, она борется за глобальным потеплением. И как вы прекрасно понимаете, в этой ситуации, в общем, уничтожить указанные выше исламские страны, по крайней мере, как организованную силу, способную что-то где-то защищать, будет вполне реально, после чего справиться и с теми, кто находится в Европе, либо, если справиться не удастся, справиться с самой Европой. Смотрите, ведь инклюзивный капитализм, он всем и интересен. Это же попытка создать внегосударственный мир. А с этой точки зрения, их не интересуют ни особые права Саудовской Аравии или там Объединенных Арабских Эмиратов, но их точно так же интересует ни Норвегия, ни Финляндия, ни Франция, ни даже Великобритания, США. Они же четко выступают за внегосударственный мир. Концепция социальных рейтингов, которые используются в Китае, в известной мере, очень неплохо бьется с основными идеями инклюзивщиков. В действительности Китай может вполне существовать в мире инклюзивного капитализма. Он, безусловно, за счет своей экономической мощи и вооруженных сил в этом мире будет иметь особый статус. Но будет ли он при этом бороться за особый статус для кого-то другого, кроме самого Китая, крайне сомнительно. Мне кажется, что Китаю что-то такое иммунентно, что действительно эта рейтинговая система выглядит там естественно. Но есть отличия с инклюзивным капитализмом. Есть. Изменение поведения-то уже произошло. И если раньше в Китае была традиционно высокая рождаемость, то после двух поколений, в течение которых действовали ограничения на число детей в семье, в общем-то произошло изменение самого поведения. То есть китайцы сейчас уже не так. Рождаемость в Китае сейчас далеко не столь высокая, как она была когда-то. И вероятно, и дальше это будет так продолжаться. Китай, безусловно, как и Индия, они безусловно смогут получить даже в мире инклюзива определенный особый статус. Но вопрос сейчас заключается в другом. Это попытка ООН использовать, с одной стороны, как одного из участников конфликта против России. Заметим, уже было. Корейская война, войска ООН сражались против Кореи и Китая, Северной Кореи и Китая с советскими добровольцами. В этом смысле будет еще одна такая попытка, она наделаться будет и в юридическом пространстве тоже. С другой стороны, это попытка использовать ООН и для пропаганды и развития идеи инклюзивного капитализма. И мы сейчас, по всей вероятности, должны поставить четкий знак равенства. Инклюзивный капитализм равен ЛГБТ. То есть, ну, все как обычно. Многие люди могут быть сторонниками ЛГБТ, ничего не зная о Швабе и его концепции. Но при этом объективно они защищают именно концепцию Шваба, то есть потерю людьми собственности, резкое уменьшение населения, уничтожение национальных государств, создание единой системы управления через крупные корпорации. То есть, по сути, вы говорите, что для того, чтобы население или какие-то определенные люди поддерживали проект Шваба, нужен образ жизни медийный, представленный в каких-то там потребительских историях, которые будут им понятены. И он и продвигается в виде ЛГБТ. Да, именно так. И поэтому это важное событие, то, что сейчас произошло в ООН. ЛГБТ.